Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня мы с вами поиграем в симулятор кузнеца. И вы скажете, наверное, что... Опять симулятор кузнеца? Как же так? Но на самом деле я сам не знаю, почему в последнее время пошла такая большая мода на симуляторы кузнеца. Они появляются один за одним. Но я бы не сказал, что это плохо, потому что мне сама по себе тематика нравится. И самое крутое то, что каждый новый разработчик пытается переплюнуть предыдущего и добавить что-то новое. В моей маленькой кузнице процесс создания оружия был показан, ну, довольно-таки неплохо. Здесь же разраб пошел дальше. Видно, что что-то он позаимствовал у моей маленькой кузницы, но добавил много нового. Например, здесь можно затачивать оружие. И это прикольно. К тому же здесь нужно выплавлять слитки самому из разных рут, которые приходят мне вот в таких вот коробках. Правда, игра находится еще совсем на ранней стадии разработки, но разрабатывается она достаточно быстро. Поэтому, думаю, в будущем мы сможем увидеть много чего интересного. И к тому же здесь, наконец-то, можно использовать дрова для того, чтобы растапливать свой горн и, в общем-то, разогревать слитки. Но выплавлять мы их будем не здесь, выплавлять мы их будем вот в этой плавильне. Которая выглядит как-то очень странно, будто бы какой-то чан с нефтью или что-то в этом духе. Я не знаю, как это работает. Реально плавильня так выглядела раньше. Я не знаю, не буду утверждать. И еще, чтобы добывать дрова, мне нужно ходить и рубить деревья. То есть можно, в принципе, использовать вот эти вот бревна, которые лежат здесь. Но было бы круче, если бы я сам рубил деревья и делал из них бревна. Давайте покажу, как это работает. Берется топор, берется дерево, берутся мои руки и лупятся топором по дереву. Дерево падает и, к сожалению, целое дерево я пока в руки поднять не могу. Нужно его еще раз располовинить. Даже, наверное, расчетвертинить, либо распятеринить. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько получится бревен. Так, 6-7 бревен. Неплохо, неплохо. Нуждаться в них я больше не буду. И еще печально, что здесь как бы есть магазин вроде бы. Но воспользоваться я им пока не могу. Я могу просто наблюдать и грустить. Но ничего, скоро он откроется и, судя по тому, что писал разраб, возможностей здесь будет ну просто дофига. Здесь будут ходить жители, можно будет выбирать того, кому ты будешь продавать свое оружие. Либо королям, либо обычным горожанам. Можно будет отстраивать свою деревню. В общем, наобещали, как всегда, в три короба. Не знаю, реализуют или нет. Ну, будем надеяться. Такс, я что-то опять заболтался. Давайте перейдем к созданию оружия. Можно, в принципе, использовать вот эти слитки. Но мне кажется, что было бы интереснее, если бы я показал вам процесс с самого начала и до самого его конца. Давайте сразу все слитки закинем сюда, чтобы они были разогретыми. Чтобы они нам тут не мешались. Так. Ну, давай. Хотя, блин, тогда они будут все красные. И будет тяжело понять, какой слитка в какой. Да, давайте, наверное, все-таки их все выбросим и оставим только медные здесь. А, а еще я покажу, как... Эй! Зачем я выкинул этот ящик? Я не хотел. Покажу, как получаются эти самые слитки. Берется медная руда, закидывается вот сюда в этот чан и через какое-то время она появляется здесь. Ну, она как бы должна быть жидкой, но появляется сразу в виде слитка. Видать, здесь какая-то формочка, которая и придает ей такую форму. Так, ну что. В принципе, я показал, как добываются слитки. Давайте теперь разогреем наш горн и посмотрим, что из этого получится. Берется бревно, закидывается сюда, закидывается сюда. Вот так вот, да. Другое дело. И, к сожалению, одного бревна хватает на очень мало времени. Поэтому, наверное, будет разумно закинуть сразу несколько бревен сюда. Такс. Нет, не слитки. Не слитки. Нет, бревно. Бревно все-таки попало. Да что ж ты не хочешь закидываться обратно? А, вот, закинул. Хорошо. Берем дальше. И здесь, друзья, можно охлаждать оружие тоже. Но пока в этом нету никакого смысла. Зачем это ведро здесь надо? Я не понимаю. Еще есть бочка. Ну, это самое главное, наверное, в игре. Правда, я до сих пор не знаю, что эта бочка делает. Раз она как-то подписана, раз ее можно брать, стопудово она для чего-то нужна. Потому что, в отличие от моей маленькой кузницы, все предметы, с которыми можно взаимодействовать, что-то доделают. И это здорово. Так, ну что, давайте создадим уже какое-нибудь оружие. Например, я не знаю, меч. Берем слиток и относим его на кузницу, на наковальню. И, кстати, да, вот, смотрите. Слитки здесь становятся таким же образом, как и в моей маленькой кузнице. А вдруг эти разрабы знакомы? А вдруг это один вообще разраб? Вот я не знаю. Такое, наверное, может быть, потому что, ну, стилистика явно похожа. И очень похожа. Такая же полигональная графика. Бревна практически такие же. Я не знаю, друзья. Я не знаю. Вот домик, конечно, похуже выглядит. Ну, магазин. Опять же, эти ящики, в которых приходят товары, наталкивают на определенные мысли. Но все равно игра крутая. Ладно. Берем еще один слиток и кладем его сюда же. Эй, а может быть взять еще один? Нет, думаю, трех будет достаточно. Берем молот и поехали. Поехали, я сказал. Эх, странно, что приходится лупить не по самим слиткам, а по наковальне. Оба-на. Зато у нас получается вот такая вот большая болванка. Вау. А я сразу и не заметил, что здесь дым идет. Причем дым тоже полигональный, красивый. Кайфую я от такой графики. Не знаю, кому-нибудь кроме меня она нравится? Да нравится, наверное, раз разрабы делают в такой стилистике. Так, ждем, пока разогреется болванка. Потом, ээээй, потом я смогу с ней уже что-нибудь смастерить. Сотворить. Ну-ка. Давай. Оп. Вот это я понимаю, печка. Пожалуйста, никогда не тухни. Если бы я мог, я бы закинул туда сразу все дерево. Но, к сожалению, нет. Приходится по одному бревну. И вот так. Оба-на. Готово. Отлично. Что теперь нужно сделать с этой штуковиной? Нужно из нее сделать лезвие. Для этого ложим ее, в общем-то, на наковальню. И начинаем придавать форму. Этой болванки. Стучим по ней молотком. Вот это сейчас самое-самое логичное. Так, собственно, и происходит создание оружия. Из болванки появляется что-то крутое, что-то интересное. Что потом можно будет заточить. В общем-то, вот так вот это выглядит. На меч, конечно, мало похоже. Наверное, можно было бы уже сделать из этого меч. Но какой в этом смысл, если я не смогу никого зарубить этим мечом? Поэтому подходим к точильне. Кладем сюда оружие. Активируем штуковину. И начинаем затачивать. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, сам процесс точки пока не особо круто выглядит. Но, опять же, это только начало. Это там 0.2 какая-то альфа. Оп, получилось лезвие. Все, уходим отсюда. Берем лезвие в руки. И относим его вот сюда вот. Хорошо. Первый компонент нашего нового великого оружия готов. Дальше нам нужно сделать рукоятку и гарду. Как это делается? Да все очень просто. Берется еще один слиток, раскаленный. И он будет использоваться в качестве гарды. То есть, ему не нужно сейчас придавать никакую форму. Я сказал, не нужно придавать ему никакую форму. Просто кладем его, опять же, рядом с мечом. И вы спросите, Сашка, а где же взять ручку? Ручка делается таким образом. Мы берем бревно и начинаем кромсать его топором. Получаются вот такие вот стики. Такие вот палки. Кладем сюда. Нажимаем F и... И ничего не происходит. Эй! Эй! Подстава! Это должно было сработать. Я смотрел, это должно было работать. А может... А-а-а-а! Черт побери! Видать, все-таки охлаждать нужно было. Давай, берись в руку. Отлично. Теперь-то точно сработает? Ну-ка. Нет, секунду. Ага, друзья, я понял, в чем был мой косяк. Я брал абсолютно правильные элементы, компоненты. Но оказывается, вместо медного слитка очередного нужно было взять конкретно серебряный. Именно из него делается гарда. Я не знаю, почему так это работает. Ведь по логике вещей гарда должна делаться абсолютно из любых компонентов. Но тем не менее, мы создали свое первое оружие. Его можно отнести к магазину, но это ничего нам не даст. Денег мы не заработаем. Да, даже если бы деньги и заработались... Оу. Оу, я сломал пространство. Нарушил временно... Временной континуум. Или как там называется это? Ну, да. Пока этот магазин мне просто мерещится. Это как оазис. Ой. И не всегда можно тут походить. Но да ладно, это ерунда. Заниматься ерундой я не хочу. Пойду лучше создам еще какое-нибудь интересное оружие. Например, молот. Да, молот это классика. И у нас самое печальное, что нету дома. Хотелось бы дом заиметь какой-нибудь. Приходится довольствоваться какими-то странными платформами кривыми. Но ничего, все еще впереди. Надеюсь, со временем здесь вырастут стены, крыша и появятся покупатели. Да, это самое главное. Продавать свои шедевры. Ведь просто на них любоваться было бы глупо и тупо и как-то убого. Я не знаю. Пришли бы люди и сказали бы, что ты делаешь, а? А я бы сказал, я не знаю. И в общем, ну вы поняли. Так, хорошо. Давайте теперь сделаем молот. Для молота нам потребуется, я не знаю. Ну, давайте, например, возьмем золото. Золотой молот, почему бы и нет? Один раз ты ударишь по какому-нибудь прочному черепу, и твой молот просто-напросто помнется. Это будет не круто. Но все равно череп, думаю, можно будет раздробить. Так, давай. Бревнышко. И вот так вот. Интересно, в зависимости от количества слитков, печь быстрее истощается или нет? Вот не знаю даже. Да нет, не должна. Какая разница, сколько там слитков лежит? Суть-то ведь в том, что должны угли тлеть. Ну-ка. Ну, гореть, тлеть. Ну, ну. О, готово. Отлично. Такс. И молот, по идее, должен проще создаваться. Для этого потребуется лишь сам... Сама голова молота. И палка. Гарда не нужна. Поэтому проблем не будет таких, как были с мечом. Такс. Ну и четыре. По идее, слитка должны поместиться здесь, да? Давай. Отлично. Да. Все прям-таки точь-в-точь, как в моей маленькой кузнице. Но все равно, игра мне пока нравится. Захотелось на нее посмотреть, даже пока в таком раннем виде. Чтобы быстрее адаптироваться, когда выйдут полноценные версии. Так. И сейчас, что нужно с этим молотом сделать? А, нужно придать ему снова форму. Давай. А, разогреть, наверное, нужно, да? Хорошо. Еще раз разогреем. Да, процесс здесь гораздо более кропотливый, нежели в моей маленькой кузнице. И приходится уделять больше внимания, времени. Но ничего, это здорово. Ха, если записывать серию роликов, то на один ролик будет уходить всего лишь одно оружие. Ну, за один ролик я буду успевать делать одно оружие. Вот даже не знаю. Ну, игра нравится. Такс. Берем наковальню, берем готовую болванку очередную и молот. Поехали. Что же у нас получится из этого? Давай. Порадуй Сашку. О, да. Красивая голова молота. Такс. Кладем сюда. Берем палку. У нас еще палочки остались. Благо, одного бревна хватает на огромное количество палок. Берем сюда. Нажимаем F. И у нас получается гигантский хаммер. У-у-у. Его освещают лучи солнца. Выглядит эпично. Ну и на этом, друзья, думаю, пока можно остановиться. Продолжим мы с вами в следующий раз. Если игра вам, конечно, понравится. А если понравится, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. А если не понравится, не ставьте. Ну а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Впереди нас ждет много интересного. Пока.